Необходимость борьбы с отмыванием средств и незаконными финансовыми операциями ранее на денежные переводы был поставлен лимит, что нежели частным лицам больше неудобства создал предпринимателям. И сказалось это и на объёмы переводов денежных средств в Кыргызстан. С января по ноябрь в Кыргызстан было переведено 2,192,000,000,000 долларов. За аналогичный период прошлого года в страну перевели 2,479,000,000. Большая часть переводов была осуществлена из России, сумма которых составила 2,149,000,000 долларов. Во общем, объём денежных переводов за два месяца сократилось на 287,000,000,000 долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ранее этот вопрос был рассмотрен на уровне премьер-министров стран ЕС, после чего были изменены условия трансграничных денежных переводов в Кыргызстан. Теперь кыргызстанцы могут перечислять до 150 тысяч рублей. Но, по словам экспертов, эта незначительная сумма никак не повлияет на предпринимателей-мигрантов. Эта проблема была и остаётся актуальной. «150 тысяч – это очень мало, это чепуха. Облегчения для бизнеса никакого нет. 0%, можно сказать. Это касается всех граждан. Не обязательно там бизнеса. Бизнеса, конечно, перочек. И простые граждане тоже ограничены. Лично я сама коснулась этим вопросом, когда я отправлял некий товар на территорию России, и оттуда не смогли перевезти деньги. Пришлось лететь и наличным привозить деньги. Вот это тоже усложняет». В действительности средство, поступающее от мигрантов, не снизило счета от некоторых экономистов. А просто из-за ограничений многие граждане перешли на другие схемы. На сегодняшний день многие переходят на переводы через криптовалют. И это причина того, что средства уходят в серый капитал. И, конечно, у этой схемы есть свои подводные камни. «Конечно, если бы вернули безлимитные переводы, которые были до этого, возможно, было бы переводить средства по легальным, по белым нормальным платежным системам. Сейчас я не скажу, что криптовалюта неофициальна в других странах, но в нашем законодательстве есть регуляторы, которые запрещают нам взаиморасчет за счет криптовалюты или других валют, кроме нашего национального СОМа». А вот отдельные эксперты не связывают сокращение переводов с криптовалютой, а говорят, что это просто сезонное затишье. А договоренность об увеличении лимитов не совсем касается простых мигрантов, но имеет большое значение для бизнесменов. Ну, это коснется очень серьезно наших ребят, которые работают и создали предприятия как в России, так и в Кыргызстане, в Кыргызской республике. И это будет очень сильно ограничивать движение денежных средств. И если они спокойно раньше переводили, то теперь вот эти барьеры в перевод денег, они будут создать, естественно, очень... Ну, потеряется мобильность некая. Конечно, найдут другие пути, другие выходы, но, тем не менее, в первое время это будет создать большие проблемы для наших ребят, которые трудятся. Помимо увеличения лимита денежных переводов, в скором времени граждане стран Таможенного Союза смогут вывозить наличными до 100 тысяч долларов без заполнения декларации. По текущим правилам, без декларации разрешено вывозить не более 10 тысяч долларов. По мнению отдельных экономистов, это положительно повлияет на деятельность бизнесменов, но отрицательно на банковскую систему. Ну, мне кажется, на моделях межбанковских переводов, потому что она, конечно, снизится. То есть, прибыльность и доходность коммерческих банков за счет переводов будет снижена. Но, в целом, экономический бизнес будет зарабатывать больше. Изменения вступят в силу 4 февраля этого года. По данным ГТС, для вывоза вышеуказанной суммы необходимо предоставить перечень документов. Это справка из банка о сбережениях, договор купли-продажи, недвижимого имущества, а также справка о заработной плате и так далее. Гульджан Абдразак, Занур Махамет Абдемаджинов, Новости Ошипирим.